До того, как 6ix9ine стал известен, он жил в нью-йоркских трущобах, работал официантом в местной забегаловке, а позднее барыжил героином и сам склопотал передоз. До того, как 6ix9ine стал известен, начинающий рэпер сменил три псевдонима и наклепал треков на целый альбом, который так и не выпустил. И до того, как 6ix9ine стал известен, парень пережил смерть любимого отца, в пух и прах разочаровавшись человеческой сущности. Добро пожаловать на Телблокнет, и сегодня ты узнаешь о жизни невероятно популярного на сегодняшний день рэпера 6ix9ine до того, как он стал известен. Становление нью-скульного рэпера 6ix9ine классическая история с грязи в князи. Взросление в криминальной среде типично для львиной доли рэперов не только старой, но и новой школы. Правда, 6ix9ine хоть и был заклеймен нищебродом с первой секунды жизни, все же его семью нельзя назвать неблагополучной. В отличие от того же экс-эксэксентасиона, он не воспитывался сидельцем и проституткой. А предки его хоть и были бедными, но работали в поте лица на вполне законных вакансиях. Даниэль Эрнандеса, именно так зовут рэпера в мирской жизни, родился 22 года назад в семье выходцев из Мексики, Пуэрто-Рико, в бруклинском гетто. С самого раннего детства жизнь подкидывала ему отнюдь не сникерсов, а эмом Дэмса по дороге в школу. Она в избытке награждала пацана уроками выживания. В лучших традициях латиноамериканских эмигрантов его родители денно и ночь напахали на грязных работах за сущие копейки, в попытках хоть как-то держать на плаву семью с ребенком. В доме будущего рэпера отсутствовал даже дешманский телек, а кино ему доводилось смотреть примерно раз в полгода, да и то в маленьких кинотеатрах, куда батя мог купить цену билет на последние бабки. Несмотря на нищету и нужду, отец Даниэль заслужил славу добряка и был готов отдать последнюю рубашку да булку хлеба бедным. Ну то есть тем, кто жил еще хуже и буквально пухнул с голодухи. Кстати, сам рэпер, несмотря на хулиганский нрав и суровый внешний вид, все же он наследовал отцовские черты характера. Со школьной скамьи он активно участвовал в митингах против дискриминации ВИЧ-инфицированных детей, а сейчас, накосив бабла, регулярно сливает внушительную часть капитала на поддержку нуждающихся, скромно умалчивая своих благодеяния. Но вернемся к отцу. Хотя все гетто знало старика Сикс Найна как мирового мужика и трудягу, это не помешало шайке озверевших отморозков забавы ради пустить ему пулю в лоб, когда тот возвращался домой с очередной полуночной шабашки. Печальное событие разорвало подростковый шаблон, и с момента отцовской смерти парень проникся искренней ненавистью к людскому естеству, которую позднее перенес в свои хиты. Уличное убийство ближайшего родственника повлияло не только на мировоззрение Даниэля, но и на финансовое положение его семьи. Мать, молодая мексиканка, вынуждена была батрачить в режиме нон-стоп, чтобы закупить для пацана пак американского дошика на ближайшую неделю. В тот момент восьмиклассник понял, что главой семейства отныне вынужден стать он, недолго думая, Даниэль бросил школу и устроился работать официантом в бруклинскую наливайку. Но быстро смекнув, что на копеечных чаевых из геттовской забегаловки далеко не уедешь, он перешел работать на склад Винишка, где спелся с молодым японцем по имени Тикаши, и ребята начали потихоньку подворовывать. От продавцов краденной алкашки пацаны стремительно скатились до наркокурьеров и стали толкать герыч, а позднее сами дружно подсели на иглу и даже склопотали передоз. Спустя короткое время Даниэль был арестован за распространение тяжелой наркоты, но в силу нежного возраста бдительным правоохранителям не удалось упечь его в тюремные казаматы надолго. Освободившись через пару месяцев, наш герой твердо решил зарабатывать деньги легально, по примеру своих же предков. Несмотря на перипетии с законом, барыжничество помогло Даниэлю выровнять материальное положение и даже скопить бабла на первые творческие потуги. Тогда будущий рэпер совсем не рассматривал искусство с точки зрения работы, и единственной целью его перформансов стало освещение тяжелой жизни людей из гетто. Первым псевдонимом Даниэля стал Вола Данн. Под ним в 18 лет он выводил свои дебютные рэп-треки, история умалчивает, почему он выбрал именно такое имя, но занимательно, что слово Вола переводится с английского и как хозяин, и как слуга, поскольку работы писались на голом энтузиазме, заинтересовать кого-то песни так и не смогли, более того, интернет магическим образом забыл их, и раскопать хоть одно произведение, написанное под этим ником, нереально даже сейчас, на пике славы нашего героя. Позднее Даниэль взял себе псевдоним Такеши Сикстинайн в честь своего японского друга с прошлой работы, но и тут рэпера ждал фейл, уникальность у них не блистал, и в саундклауде уже присутствовал, в связи с чем ему пришлось снова изменить сценический псевдоним на Сикстинайн. Первый известный о миру треки, Шенигами и Инферно, он выпустил в 2015 году, когда персону Даниэля раскручивали в интернете в роли живого мема. Такому хайпу вокруг скромной личности артиста способствовала его диковатая внешность, радужная гризли на зубах, неоновые пряди волос и портаки по всему телу привлекли публику. Отметим, что хайпующий рэпер уже к своим 19 годам успел даже разжиться дочкой. Постепенно покорив Америку и Европу, Сикстинайн сгенерировал внезапную коллаборацию с российским ньюскульным рэпером Фараон, с которым познакомился на фесте в Праге, а затем планировал совместно выступить в МСК. Чуть позже он родил хитяру под названием Гамму, а еще спустя несколько месяцев трек Куда, который порвал Ютуб. Непереводимое название песни представляет собой эдакую легальную замену ненормативной лексики. Если интерпретировать его по-русски, получается что-то вроде фигня. К выходу клипа мало кто знал, что трек Куда посвящен бывшему корешу Сикс Найда. Рэперу Трипл Рэд, с которым наш герой уже тогда пребывал в конфликте. Публичный же срыв покровов состоялся зимой 2018-го, когда Сикс Найну пришлось отменить овертур. Из-за палок в колесах, наставленных юному дарованию коллегами по цеху, эти палки вполне могли закончиться для Даниэля уголовкой. Срач начался с еще одного кореша Сикс Найна и Трипл Рэд, Зеликами, последний якобы написал аранжировку, а Сикс Найп без зазрения совести свистнул бит для своего нового хита. В отместку Зеликами опубликовал в соцсетях фотографии и видеозаписи совместного кузежа трехлетней давности, где Даниэль мнет сесон темнокожей юной леди на одной из фотографий. Зеликами указал, что на момент съемки девушки было всего 13. Примерно в тот же период наш герой по пьяной лавочке втащил пару лещей Трипл Рэду в одном из нью-йоркских баров. Трипл Рэд, который, как ты наверняка догадался, давно испытывал анальные боли и зависть их славит Сикс Найна. Обдолбался травой по самые брови и выложил в своем аккаунте, посвященный оппоненту, короткое видео. На этом шедевре кинематографа, рэперок, бессвязной речью, вещал что-то вроде «Сори, бро, но я не поддерживаю педофилов». Протрезвев от швального угара, он по-крысиному выпилил свои откровения, но злопыхатели уже успели растащить их по сети, улюлюкая на тему того, что вот она, благотворительность Сикс Найна. Он не только дает бабки бедным детям, но и обучает их плотским утехам. Теперь Сикс Найн, обещавший самому себе и мамке не попадать в лапы копов, рискует склопотать срок взросления малолетних. Кстати, рэперы продолжают преследовать неудачи. Меньше месяца назад его копанули на 750к, убитых енотов, дали жирных люлей и пытались похитить. Музыкант выбрался из машины преступников на ходу, а один из них пустился в погоню за Сикс Найном, но во время окстился и свалив, опасаясь, что пострадавший его запомнит. Не хочется ванговать, но учитывая контекст, Резон мне, было бы сказать, все знает. С его-то друзьями и враги не нужны. Несколько ударов и мастер речитатива стал сговорчивым. Вместе с обидчиками проследовал свой дом, где якобы отдал драгоценностей на 750 тысяч долларов и еще 20 тысяч наличными. А на днях пришедшего к успеху рэпера Чусни пристрелили на съемках совместного клипа с 50 Cent. Порш с неизвестными приехал на съемочную площадку, после чего из авто высунулась пара тел и совершила 11 выстрелов. Уж не знаю, были ли это действительно враги Сикс Найна, или проезжавшие мимо чеченцы отмечали свадьбу, но это уж совсем другая история. А это была история Сикс Найн до того, как он стал известен. Подписывайся на наш канал, чтобы первым узнавать с историей успеха самых хайповых звезд и явлений. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.